Чёрт Привет, друг, с тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5. Всё как всегда. И как ты понял по названию, по префироликам, сегодня мы немножечко превратимся в Брайана, того самого О'Коннора и прикупим легендарный автомобиль. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. И что же всё-таки меня заставило прикупить нового автомобиля, вот этот, блин, накляча вот эта, который, вон, посмотрите, блин, как дымит, загнал, короче, на СТО. Она пока что здесь ремонтируется. И как удобно то, что с СТО сразу мы попадаем в автосалон обычных автомобилей и прикупим вместе с вами сейчас легендарный Skyline. Конечно, я не любитель покупать нового автомобиля с салона, потому что это переплата за чип, переплата за тюнинг. Можно намного дешевле взять с рук или сразу же с аукциона и не париться. Но так как мы снимаем ролик, нам нужно как-то занять эфирное время, тем более денег на савер дофига, можем купить себе новый автомобиль. И прикольно то, что ракета нарисовали. Паковку подтверждаю. Прикольно то, что нам могут выпасть номера, а, кстати, и нам дали одну бесплатную прокрутку считать. Да, такое чувство, что они знали, что я сейчас снимать буду. Это вообще какие-то рандомные щелы приехали. Сколько у меня кейсов? 1.319. Ну давайте, например, один кейсик откроем, тот, что мы только что получили. Блин, что-то звучит на заднем фоне. Ну, посмотрим, сколько нам же кэшбэка придет за наш скайлайн. Может, лямчик? Скайлайн, блядь! Ну, конечно, я так радуюсь, там был, блядь, гелик. Но скайлайн за 800 тысяч это охуенно, блядь, нет? Это же заебись. Я пока что не... Блядь, я уже видел. Ере951. Если мне еще бы выпал, как бы, какой-то полублат, либо е-е-е-е, я бы вообще офигел. Блядь, скайлайн вообще резвый. Охрененный. Ну, что может быть лучше 34-го скайлайна? Правильно, 35-й скайлайн. Ну, не скайлайн, а GTR он считается. Потому что 35-й скайлайн, вот вам фотка, он выглядит просто уродливо. Я не знаю, как инженеры, блядь, дизайнеры, вообще, Ниссана допустили такой момент. Ну, да ладно. 34-й скайлайн, легендарный RB26D, если не ошибаюсь, здесь установлен. Нарядная шестерочка. Охрененный. Ну, это не самое важное. Потому что сейчас этот скайлайн белый, незаметный. Конечно, я не люблю делать вот эти всякие обвесы. Ну, обвесы я люблю, конечно же, да. Но не люблю делать какие-то винилы. Если... Давайте выйдем, исправим тачку. Если самому делать винил, то да, без проблем. Но если из готовых, то это бред. Потому что, ну, половина людей уже есть такой винил. И, типа, смысл его ставить не вижу. Ох, ебать. Наряд, Ливрей. Но мы поставим, конечно же, вот этот легендарный Ливрей. Он, конечно, корявый пиздец. Потому что здесь до края должно доходить и здесь до края. Наклейки. Наклейки хотя бы такие. Здесь Гардиент. Блядь, он как пиздец, он корявый. Ладно, вот это с... Слушай, это же первый андеграунд, да? Рыжий. Ну, да. Это всякая херня. Но вот этот Нисмо, типа, прикольный. Но это не Нисмо. Вот Нисмо, да. И сток. Ладно, давайте у Конора поставим. 15 тысяч. Мне просто интересно... Блядь, зачем я вышел? 15 тысяч мы уже потратили. Руль. Руль Карл. Блядь, а здесь нихера не видно. Нарди Твин. Вот эти вот так. Обычный стоковый. Такой. Спарка. Не вижу вообще нихера. Персонал. Нард Твин. Давайте поставим персонал. Пусть будет персональный, блядь. Сидение. Сидение. Ну, здесь Рикаровские сидения. Так, стоят они офигенные. Блайт. Ну, вот эти по-пиздец, да. Вот эти. Вот эти. Спарка. Я говорю, Рикара. Ну, блядь. Ну, короче, я не хочу делать. Стоковые плюс-минус норм. А эти по цвету не подходят. Поэтому давайте оставим лучше стоковые. Крышка. Арки. Чего? Серьезно? Здесь есть плюс-реснички? Не, ну, мне всегда сиски нравился количеством тюнинга, но нет. Реснички нам не нужны. Ебать! Сколько здесь бамперов. Охерен. Это что, Марк какой-то? Бля, на Марк похож. Ладно. Такой есть у нас. Вот этот прям вроде с Форсажа как раз таки. Этот нет. Этот вроде нет. Это говно. Это Низма. Давайте сейчас загуглим всякий случай, чтобы не спутать. Да. Дальше за два. Это не то. Топ-сикрет. Не то. Не то. Не то. Не то, не то. Но для бамперов это прям лайк, что на одну тачку они решили добавить столько бамперов. Но у меня стоит как бы обвес C-West. Но не у меня, а Брайана Коннора. Задний бампер тоже C-West. Сразу мы ставим. Вот. Ну, давайте посмотрим, какой здесь еще есть. Затюн. Ну, вот этот по-пизже смотрится, если честно. Но если бы я делал себе скайлайн под себя, то я бы поставил, конечно же, Z-Tune Низма. Потому что он смотрится по-пизже. Боковая юбка. Ну, по идее, C-West тоже поставим, чтобы все... Бля, чего? У меня бампер задний не поставился. Ну, поставился. Здесь что есть? Ну, такое. Бля, что-то я вставлю другие бампера. Смотрите, какие полоски упоротые. Нет, C-West. Он не C-West. Хотя, бля, полоски, бля, реально. Они до конца не доходят. Какой-то оконченный скайлайн, если честно. Если честно, выходят. Окна. О, это карбоновые получаются. А в C-West есть сток. Бля, какие у него уже были? У него были стоковые, кстати. Кстати, стоковые, реально. Нет, что-то за клюшки-то будет. Да, у него стоковые будут, потому что они... Поэтому не будем трогать. Рама. Это что такое? А, это сзади диффузор. Диффузора у него не было. Бля, я опять выехал. Там у меня деньги отнялись. Понимаю. Рама. Георама, рама, рама. Ну, это да, диффузор нахер. Фендеры, фендеры, фендеры. Затюн. Нет, 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 нет. Им нужны. Они нам. Правый фендер. Это сзади? Не, спасибо, не нужно. Не хочу вот эти расширения. Капот. Вот, капот у нас, севаст, севаст, карбон. Нет, у нас не севаст стоял. Или севаст. Подожди, какая рама, нет. Капот. Севаст этот, севаст этот. Вроде как раз форсажа вот такой вот стоял. Могу ошибаться, конечно. Да, и я ошибаюсь, потому что там стоял обычный капот. Даже не такой. А просто обычный капот стоковый. Спойлер, севаст. Да, 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 да. Вот этот спойлер сразу видно. Какой еще здесь есть? Типа 33. Такой гитаришный. Бля, хочется сделать, если честно... Ебать, это что такое? Если честно, хочется сделать себе отдельный скайлайн чисто полуокера. Ух, ебать. И сделать... Бля, тебе опять выехал. А я же купил лавку, алё. И хочется сделать отдельно под себя скайлайн. Если честно, да. Что-то, если честно, очень много. Я же севаст ставил, нет? Купить. Ну. Выхлоп. Выхлоп нам нужна банка такая большая, прям как у бывшей. Лениндарные шутки. Так, это нет, это не то, не то. ОЧКС у него стоял. Вот такой вот, чтобы в бок смотрел. Да, вот такая вот херня. И номерной знак. А, это фонари. Ебать. А какие там же стояли? Это спереди или сзади тоже? Нет, только сзади. И что, ебать какие у него фонари были? Столько вы какие? Ну, такие у него и были, в принципе. Мне срочно, пацаны, нужно ещё один скайлайн купить. Потому что, ну, не то. В принципе, по внешке у нас почти сток. Только нам нужно ещё... Кстати, мы его не затонируем. А, блядь. Стой. На CCD же нету подсветки днища. Блядь, обидно. Вот это того, чего не хватает прям. Ладно, основной цвет кузова выберем перламутр. И выберем какой-то серый, такой сероватый цвет. Только бы ещё найти его. Прям его. Я думаю, что-то типа вот такого. О, поэтому давайте заплатим четыре с половиной тысячи. Дополнительный цвет за что у нас отличают? А, за салон, серьёзно? А, какой у него салон был? Вроде он такой чёрный и серый. Поэтому давайте его сделаем чёрным. Как бы хотел его затонировать, но не тонированный. Хотя давайте... Давайте хотя бы на тридцаточку или вжук. Но не тонированный, да. Но тридцаточки не видно. Потому что без... Это прям пиздец. Давайте хотя бы тридцаточку. Какое-то чисто моё уже добавление. Тридцаточки так почти не видно. И смотрится попиже. Да, конечно, такая же залупа выходит, если честно. Ладно, всё, что нам осталось сделать, это пойти сейчас... Подставить диски. В принципе, можем заканчивать. Если честно, пацаны, на этот Skyline подходит просто очень многие диски. Но мне приглянулись только двое, ну или трое. Вот эти плюс-минус похожи на те, которые участвовали в фильме. Ну да, диски участвовали в фильме. Ну да, скажу, ну конечно, да, красава. И где-то здесь ещё были по 150 они. Вот. Вот эти... Кстати, а чем они отличаются от тех? А, эти пожирнее. Но вот эти, получается, этот стоит... Сколько они стоят? 300 тысяч. И есть вот эти 150 одни и вторые. Если честно, я хазахи ставит... Ну вот эти, наверное, точно нет. Скорее всего, вот эти. Потому что в жизни они тоже узкие, они широкие. Конечно, они должны быть шестиспицовые, а не... А, не, подожди, раз, два, три, четыре, пять. А, они тоже шестиспицовые. Ну, короче, не такие не должны быть, но... Мы сделаем, как бы, такие. За 150 тысяч мы их купили. И всё, что нужно сделать, это перекрасить их в белый цвет. Как они бы хорошо не смотрелись чёрными с этим скайлайном. Но нам нужны другие. Sorry за телеграм. А, кстати, давайте заедем, проверим, как бы, есть ли возможность поставить номера, а не врубили её или нет. И можем сюда поставить, как бы, другие номерки. А, о, всё, покупать. О, 0,34, MR, 98. Посчитать. Да, они выключили всю эту возможность, даже кнопку убрали. Я понял. Пацаны, знаете, в чём ещё отличие от фильма? Ну, за салон я вообще малышу, что там отличия есть очень много. Отличие в том, что лавка-то в фильме голубая, она в цвет вот этих полосок, а в игре она серая. И изменить её цвет, к сожалению, нельзя. Мне это обидно. Очень обидно. Да, нельзя. Ладно. Цвет дисков. Чёрный металлик? Нет, нам нужна, блядь. Так по упору тому смотрится, это пиздец. Металлик. Если бы RGB была, это херня. Да, оно вообще не то. Прям вообще не то. Оно серебро. Ну, блядь, оно прям как мат, я тебе отвечаю. Там оно было просто в цвет вот этой кромки диска, то есть оно хромовое. Но на CCD с этими цветами, блядь, ты никогда хромовую херню это не сделаешь. То есть, да. То есть, простите меня, но у меня диски будут чёрные. Ну, потому что вот так делать, ну, это же капец. Если бы они были в цвет диска, то есть вот этой его полочке, было бы топ, но лучше пусть будет так. У нас и так много отличий по наклейкам, по винилу, по цвету. Некоторых деталей диски особо не те. Выхлопная должна больше как бы выпирать. Поэтому, если мы не покрасим диски, я думаю, это ничего не изменит. Тем более, с чёрными дисками он смотрится поближе. Знаешь что, мы проехали как бы в тюнинг, ну да, в тюнинг, в чиповочку. Трансмиссия 55 еще улетает. А еще 95, это уже у нас 150 тысяч. И еще 130, это 280 тысяч. А чтобы чип поставить, назначения нету, да. Короче, сейчас я быстро нарешаю чиповочку, где-то в каких-то беседах в дискорде, и мы продолжим. Да, короче, после нашёл чип, он не особо быстрый, он чисто более наповседнев. Ну, я вот, хотя зачем я буду вам показывать, я просто оставлю вам его в описании. И, в принципе, можете брать, пользоваться. Sky на этом чипе прям офигенный. Вот. Давайте попробуем разогнаться 0-100. Посмотрим, сколько эта легенда едет. К, разгон, погнали. 101,4. Неплохо. А 200? 3,5. Ну, из-за того, что здесь кочка, вся хрня. Какая у него максималка? Я аж еще даже не знаю его максималки. 265. Ну, за 1,8 265, ну, это еще плюс-минус неплохо. А, в принципе, у меня на этом все, пацаны. Вот такой у нас Skyline вышел. Пишите в комментариях, похож ли он на легендарный Skyline 2-го Форсажа. Но, если честно, он плюс-минус похож. Чем больше я на нем езжу, тем больше я в него влюбляюсь. Он мне капец как нравится. Не забывай подписываться на канал, здесь выходит очень много полезного, крутого и веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Аван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.